всем привет с вами кристина шумпа связи хочу записать вам эфир из солнечного томска прогуливаю сейчас вдоль реки томи хочу прям зайти в воду ногами получить эту прохладу отвлечься от мушек которые просто облепляют и раздражают честно даже какая-то сонливость появилась от того что кожа утомилась постоянно ощущать ощущать это щекочащие чувства эту опасность вот но так как у меня сейчас идет такой вдохновляющий поток мыслей я люблю записывать для вас эфиры на природе для вашего удобства я их выгружаю на youtube чтобы вы могли смотреть на ускоренном последнее время почему-то начал пропадать звук я не знаю с чем это связано подозреваю со звонками либо то что у меня наушники наушниках договаривается кто мне там сообщение в чате написал не стала разбираться как это отключить сегодня я хочу поговорить с вами на тему автономности надеюсь что моего терпения хватит раскрыть эту тему может эфир будет короткий но все же хотела бы оцифровать свои мысли и так если ты только новичок в моем мини блоге то скажу что сейчас мы делаем ребрендинг моего аккаунта и ищем такое максимально корректное позиционирование которое мне откликается по сердцу да то есть я такой человек что все-таки для меня больше и важнее раскрыть свою творческую потенцию свой потенциал нежели там достигаторство успешный успех и так далее быть обусловленной деньгами и поэтому возникла сложность как донести мою философию и мой образ жизни образ мыслить до моего подписчика ну чтобы соответственно привлечь свою уже целевую аудиторию и мы провели ксдф такая таблица с тестом и и почти что я скажу 9 8 где-то 75 процентов аудитории ответили что они стремятся к автономности в материальном мире то есть они хотели бы обрести автономность и этот эфир будет про автономность то есть как сделать так чтобы твой образ жизни твой образ профессионального выражения твоя личная жизнь семейная жизнь духовная жизнь и жизнь такая скажем так любые сферы нашей жизни до стремились к вот этой автономности и я очень рада что моя аудитория да вот я все не могла как бы понять по какому ключевику до объединить по какой общей целенаправленности и вот автономность она как будто бы отражает ту глубину ну прошивку меня ветер паду давайте пока вам вот покажу зайдем с вами в водичку вообще такая вода приятно теплая так ветер вроде снизился и давайте продолжим и получается что большая часть аудитории моей ответила что им не хватает жизни они хотят найти такой способ жизни в котором бы они ощущали себя в некоторой степени свободный то есть скорее всего моя аудитория это люди которые стремятся к свободе во всех сферах жизни и вот сейчас я записала stories высказал свою фи по поводу того что очень сильно напрягает меня то что допустим москиты реально не отдать не дают отдыхать на природе наслаждаться природой что я думала о том чтобы поехать на алтай да то есть такой план побега вот на алтае мошек нету ни мошек ни комаров в отличие от томска и вот про вот эту географическую свободу свободу передвижения то есть быть автономным мощь отрегулировать свою деятельность так чтобы иметь возможность переместиться в пространстве туда куда хочешь но самое главное ребят то что мы берем из концепции дизайна человека делать только то что нравится товарищ лобковский нам тоже об этом говорит о том что делаем только то что нам нравится и не делаю то что не нравится и сегодня с утра я записала вам интервью с героем артемом простите я могу сейчас мельничук фамилия с первого раза не запоминаю вот это актер театра и кино и у него очень интересное видение он проектор 62 вот и у него очень интересное видение по поводу вот этой автономности как он сейчас проживает поиск вот этого модели бытия до вот этого какой-то прошивки вот этой программного обеспечения такого ментального до в котором бы можно было приобрести эту автономность и дело действительно то что хочешь и порой такая позиция жизненная она денежно затратная потому что не всегда мир тебе предлагает те возможности которые допустим скажем так нужно пройти страх выживания страх безденежья для того чтобы обрести этот уровень свободы и по итогу интервью я поняла что вот я его сама сейчас проживаю да то есть вот этот вот по факту это экзистенциальный страх смерти и соответственно моя аудитории герои которые мне откликаются с которыми есть эмоциональный матч они находятся в той же ситуации что когда ты по старому жить уже не можешь а как по-новому непонятно и чтобы не потерять эту свободу внутреннюю свободу до свободу и позицию жизненную что я делаю только то что я хочу я работаю там где я хочу где я получаю удовольствие я нахожусь рядом с только с тем человеком с кем я чувствую себя хорошо то есть такая жизнь который ну в которой наверное нету компромисса какого-то да потому что сейчас может быть часть аудитория отвалится отпишется вот но если прямо проанализировать куда да типа идеалистическое такое представление я знаю что не каждый человек вообще будет так жить но вот мое видение мира мой образ мысли соткан из этого то есть я стремлюсь к этой автономности и поэтому видимо как бы вот через такие смыслы которые порой я сама не осознаю да и целенаправленно как-то не говорила о них они вот сейчас в процессе осознания что моей аудитории важно как я понимаю не понять для себя найти способ вот этой автономности и то есть сейчас я буду еще больше погружаться в свой опыт свое мировоззрение раскрывается приглашать героев для того чтобы вы смогли как вот знаете зайти в apple 100 до в определенные в определенный маркет до представим такое вот коллективное сознание и скачать именно ту программу которую вам нужно обусловиться той программы которая вам нужна которую вы выбираете и мы этими программами обуславливаемся через людей да то есть синтезируем информацию и как бы выдаем ее уже как вай-фай соответственно у меня сейчас вот я переживаю такое быть может нужный кризис потому что в какой-то момент я была в стадии господи да о чем я буду говорить в своем блоге до следующая стадия боже мой как ужасен мир сколько иллюзий сколько заблуждений да и как люди хотят волшебную таблетку этап разочарования разочарование и это очень сложный этап был потом своя незначительность да господи кто меня будет слушать кто как кому я вообще песчинка в этом бесконечном океане и мое мое мнение ни на кого не нам не влияет и следующий этап когда ты понимаешь у тебя появляется надежда когда ты встречаешь людей которые ищут вот эту вот эту автономность да и она была существовала всегда и собственно автономность и баланс да вот этот вот то есть такая модель модель поведения не только поведение да но и чувств тоже чувства тоже по идее нужно стремиться к тому чтобы чувства были как бы автономные да вот ну сегодня не не про это буду заканчивать это милость естественно газа на косилку там включили или что сейчас я взятусь вот соберу сейчас мысли свои секунду да наверно больше из этого добавить нечего да то есть хочется сказать о том что напиши в комментариях если ты как бы вот откликается тебе вот эта тема идея автономности на этом у меня сегодня все буду заканчивать что-то я так прям утомилась записывать эфир запыхалась и могу глаза открыть потому что мушки слепит глаза вот на этом сегодня все с вами была кристина шампан пока пока